С 1 сентября в силу вступило постановление правительства России о корректировке жилищного законодательства. Серьезные изменения коснулись лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами. Теперь в нормативно-правовом акте прописан перечень из 8 грубых нарушений. В том числе не проведение работ по промывке и опрессовке инженерных сетей, в том числе не заключение лицензиатом, то есть управляющей компанией договора с ресурсоснабжающими организациями, в том числе наличие задолженности ресурсоснабжающих организаций. За повторное нарушение одного или нескольких пунктов в течение года управляющие компании, согласно новым поправкам, могут лишиться лицензии как на отдельный дом, так и в целом на свою деятельность в качестве юрлица. Поправки в федеральном законодательстве озвучили на специальном совещании, посвященном этим вопросам. Кроме того, с 1 марта 2019 года вступает в силу новые требования к работе аварийно-диспетчерских служб. Изменения в законодательстве представителям управляющих организаций, а также собственникам жилого фонда, зачитал губернатор Ульяновской области. По новому правилу, ответить на звонок собственника или пользователя помещению на картерном доме аварийно-диспетчерской службы должна в течение пяти минут. Полчаса с момента регистрации заявки отводится на локализацию аварий на внутридомовых системах. Само совещание проходило в актовом зале Ульяновского техникума железнодорожного транспорта. Стену учебного учреждения выбрали не зря. На встрече губернатор объявил, что вскоре в техникуме, помимо машиностроителей, будут готовить мастеров жилищно-коммунального участка и специалистов по управлению многоквартирными домами. Рината Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.